Что для нас самое интересное на этом острове? Конечно, рынок и рыбные ряды. Вот туша парусника. А вот и тревели. А это тушка желтоперого тунца. По товару на рынке можно легко понять, что ловят сейчас рыбаки, какая рыба есть на этих акваториях. Мясо тунца пользуется спросом не только у туристов, но и у местных жителей. Во всех кафе и ресторанах вам приготовят запеченные на углях филе тунца. Рыба сушится под обжигающим индонезийским солнцем прямо здесь, на рынке. Мухи и куры облюбовали эту территорию. Рыба вас ждет. Рядом с нашей гостиницей находился цех по обработке рыбы для отправки на материк. Здесь уже соблюдались какие-то элементарные санитарные нормы. Здравствуйте! Константин начал договариваться с рыбаками о выходе в море. На охоту. Ваши гостиницей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Инстаграма Любоваться красотой архипелага Банда можно бесконечно. Скоро подойдет рыбацкая лодка, и мы отправимся на охоту. После долгих переговоров с рыбаками мы договорились, что идем на поиски тунца. Тунца и парусника местные рыбаки постоянно привозят на рынок и сдают в рыбозаготовочный цех. Они знают места, где постоянно встречаются эти рыбы. Сегодня мы пойдем на дальний атолл. Атолл – это коралловый остров, имеющий вид сплошного или разорванного кольца. Возвышение на дне океана обычно имеет форму конуса, образованного потухшим вулканом. А вот так после вулканической деятельности в океане появляются атоллы, отмели или банки. Для поиска рыбы Константин устанавливает эхолот на дно лодки. В связке с группуном Константин использует плавающий линь и линь-амортизатор – малый и большой буй. Мобильное приложение на телефоне – очень удобная штука. Это дает вам возможность понимать, куда вы идете по морю, где находитесь, расстояние от разных точек в океане, на которых вы собираетесь охотиться. Готовимся, как говорят подводные охотники, жабры промочить. Надо немножечко разнаряться. Пока ждем, что придет тунец желтоперый. Он, будем надеяться, все же придет. Вот, нам можно немножечко разнаряться. Мы находимся прямо над Адатолом. Ну и я первый раз за последние выходы возьму свое ружье. 170-й. Одно из лучших, на мой взгляд, ружей, которые сделаны для такой рифовой... Не для рифа, а для охоты на пелагику. Линь вот этот вот. В качестве линя используется трос. 2,5 мм нержавейка. Которому крепится гарпун. Ну и дальше вся система пошла вот на два буя. Лодку мы сегодня не стали брать, потому что охота такая вот на тунца. Она требует переходов из одного места в другое. Ну и, соответственно, нам придется достаточно часто забирать все на лодку. Опять заныривать. Ну и... В общем, для такой вот охоты... Дроп-офф. Когда мы охотимся в синьки, наверное, нет смысла таскать с собой каяк. Каяк больше пригоден для тех мест, где есть рифы для того, чтобы обойти какой-то угол, для того, чтобы пройти какие-то небольшие расстояния, чтобы выбрать себе наиболее интересное место охоты. А когда ты охотишься в синьки, то тут, в общем-то, надо нырять туда, где есть рыба, и стрелять ее. Для приманивания тунца Константин взял с собой пакет с мелкой рыбешкой. Приманивать рыбу можно прямо в процессе охоты. Очень хотелось бы, чтобы на приманку подошел тунец, а не акулы. Константин выбрасывает за борт большой буй, линия-амортизатор и малый буй с плавающим линьем. Вся эта связка пристегивается к группуну ружья, и крупная рыба после выстрела уносит с собой гарпун и всю эту связку из буйков и линей. Линь-амортизатор смягчает рывки рыбы, для того, чтобы рыба не смогла сорваться с гарпуна. Константин отправился на поиски тунца, а мы с вами посмотрим, как работает вся эта длинная связка линей и буйков после попадания гарпуна в крупную рыбу. Это Олег Лиденко. На акваториях Мадагаскара стреляет в марлина. После выстрела ружье остается в руках у охотника, а гарпун с линем и буйками устремляются вслед за рыбой. Они идут с большой скоростью, и опасно попасть под несжимаемый буйок или запутаться в длинном лине. Нужно быть крайне внимательным и осторожным. Мы видим, как рыба пытается утопить сжимаемый буй. Сжимаемый буй – это буй надувной. А рядом есть другой буй, не сжимаемый, из листов пенопласта. Когда рыба устанет, буйки догоняют и вытаскивают рыбу в катер. После того, как охотник догнал буйки, он пытается поднять рыбу на поверхность. Если это не получается, и рыба продолжает сопротивляться, и можно вырвать из нее слептип, лучше не тянуть ее наверх, а взять ружье у товарища и сделать второй выстрел, чтобы потом поднять рыбу на поверхность уже на двух линях от первого и второго ружья. Здесь хорошо видно, как слептип, наконечник гарпуна на металлическом тросике, держит эту большую рыбу. Вот Олег демонстрирует наконечник гарпуна слептип, который не позволяет рыбе погнуть гарпун и вырвать его из себя. На этих стоп-кадрах мы видим, как работает слептип при попадании в рыбу. При попадании гарпуна в рыбу слептип встает поперек, прикрепленный...